Ахнаф ибн Кайс, рахимахуллаху та'аля, был одним из великих последователей табиинов второго поколения. Он рассказывает нам одну интересную историю. Однажды я зашел в мечеть Алякса в Иерусалиме и увидел одного человека, который молился всю ночь, находясь в длительном земном поклоне. То есть он очень много времени тратил на земные поклоны. Он говорит, «Я наблюдал за ним, как он опускался в земной поклон, и не мог предположить, собирается он подниматься или нет. Он постоянно совершал земной поклон. Стоило мне взглянуть на него, как он все время находился в Суджуде». Тогда я подошел к нему и спросил, «Ты хоть знаешь, сколько ракатов ты совершил?» Имеется в виду, когда ты проводишь длительное время в Суджуде, то очень легко забыть, в каком ракате ты находишься. Поэтому он и обратился к нему, мол, «Ты хоть знаешь, четное или нечетное количество ракатов ты совершил? И в каком ракате ты находишься? Ты так долго находишься в Суджуде в каждом ракате». На что тот человек дал прекрасный ответ. Он сказал, «Даже если я не знаю, Аллах знает». То есть даже если я и сделаю ошибку в количестве совершенных мною ракатов из-за продолжительности своего земного поклона, то Аллах, Субханахуа Та'аля, все равно знает. После чего он добавил, «Мой любимый сказал мне», и тут он не сдержался и заплакал. Затем, как рассказывает Ахнаб, Рахима Аллах, он собрался и снова произнес, «Мой любимый сказал мне», не называя, кто его любимый, и что он ему сказал. Он просто пытался вымолвить, но не мог сдержать слез. Тогда Ахнаб, Рахима Аллах, стал успокаивать его, после чего тот снова собрался и сказал, «Мой любимый, посланник Аллаха, Субханахуа Та'алям, сказал мне, «Ни один ваш суджуд перед Аллахом, Субханахуа Та'аля, ни один ваш земной поклон перед Аллахом, Субханахуа Та'аля, не проходит без того, чтобы Аллах не возвысил ваш статус на ступень выше». «И с каждым земным поклоном, совершенным вами, Аллах смывает один из ваших грехов». Ахнаб, Рахима Аллах, тогда спросил этого человека, «Кто ты?», поскольку тогда он еще не догадывался, что это был один из сподвижников, на что этот человек ответил, «Я Абузар Аль-Гифари, да будет довольным Аллах». Сподвижник Пророка, Салиллаху Алейхи Васалям. Красота земного поклона в том, ведь даже нашу уму принято называть уммой суджуда, красота в том, что суджуд был любимым положением нашего Пророка, Салиллаху Алейхи Васалям. Он опускался в земной поклон всякий раз, когда испытывал благодарность. Пророк, Салиллаху Алейхи Васалям, иногда опускался в суджуд настолько долго, что его сподвижником казалось, будто он перестал дышать. Это самое лучшее положение в молитве. Ибн Аль-Ка'им, да смилуется над ним Аллах, очень красиво сказал, что ракат молитвы, то есть молитвенный цикл, является вступлением к суджуду. Ваше положение стоя, начало со слов Аллаху Акбар, ваш руку, поясной поклон, все это представляет собой вступление к вашему земному поклону. Нет лучше положения, чтобы прочитать дуа. Находясь в этом положении, вы пребываете ближе всего к Аллаху Субхану Алейхи Васаля. А теперь вспомните, что шайтан отказался совершить суджуд перед Адамом, Алейхи Васалям. И представьте теперь себя перед Аллахом. Аллах восхваляет ар-ра-ки-ун, то есть тех, кто совершает поясные земные поклоны. Он называет их ар-ра-ки-ун. Пророк, Алейхи Васаля Васалям, сказал, что в этом положении вы находитесь ближе всего к Аллаху, субхану ва Та'ля. Самое близкое к Аллаху положение, которое может принять раб Аллаха, это сучуд. Есть очень красивое высказывание. Казалось бы, вы шепчете в землю, но находящийся над небесами слышит вас, субхану ва Та'ля. Именно так мы и приближаемся к нему. Чем ниже наше тело, тем выше поднимается наша душа, и тем самым мы становимся ближе к Аллаху, субхану ва Та'ля. Посредством сучуда мы становимся ближе и к пророку, алейхиссалату вассалам, в раю. Об этом говорится в хадисе от Рабиа ибн Кааба аль-Ассалами. Да буди довольным Аллах, который был одним из ахлюссуфа, из числа неимущих молодых сподвижников, прислуживавших пророку, саляллаху алейхиссалам. Однажды пророк говорит ему, проси, проси все, что пожелаешь. На что тот ответил, о посланник Аллаха, я желаю лишь братства с тобой. Пророк, алейхиссалату вассалам, ответил, тогда поддержи меня в осуществлении своего желания, увеличив количество своих сучудов. В данном случае имеется в виду не только количество, но и продолжительность земных поклонов, чтобы таким образом стать ближе к пророку в грядущей жизни. Нет достойнее положения, чтобы встретить смерть. Один из моих любимых героев, шейх Абдуль-Хамид Кишк, да смилуйся над ним Аллах, он был совсем не из числа табиинов или же праведных салифов. Еще в 1996 году он часто повторял дуа, «О, Аллах, позволь мне прожить жизнь имамам, встретить смерть имамам и воскреснуть в судный день в земном поклоне, в сучуде». Поскольку пророк, саллиллаху алейхиссалам, сказал, что в день суда мы воскреснем в том состоянии, в котором мы покинули этот мир. Он часто произносил эту мольбу с мимбара, субханаллах. Он читал ее с трибуны в мечети, и он умер в сучуде, в пятницу, будучи имамом. Субханаллах, искренность вашей мольбы. Всем нам известно, что это наилучшее положение встретить свой час, поскольку сподвижники всегда просили Аллаха дать им возможность умереть в земном поклоне. Пророк, саллиллаху алейхиссалам, сам упомянул об этом человеке, который поклонялся Аллаху сотни лет и застал свою смерть в земном поклоне, что является ищарой, то есть знамением наилучшей смерти. Само слово масджид, или же мечеть, то есть дом Аллаха, происходит от слова суджуд, поскольку масджид – это место для суджуда. Имам Ибн-Уль-Кайм пишет, что у каждой общины, которые были прежде, в предписанной им молитве был земной поклон, то есть совершение суджуда являлось неотъемлемой составляющей в их молитве. Возможно, были какие-то отличия в последовательности, в том, как они молились и что они произносили, но все они совершали земной поклон. Можете почитать об этом в Библии, на примере Иса, алейхиссалям, или же Иисуса, мир ему, и многих других пророков. Все они совершали земной поклон. А в судный день Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит, поскольку это общее правило, предписанное всем верующим, то значит, в судный день все верующие будут спрошены. Поэтому в судный день Аллах, субханаху ва-та'аля, скажет, Когда обнажится голень Аллаха, когда люди частично увидят Аллаха, Аллах прикажет им совершить судуд. Он даже не станет приказывать, поскольку они естественным образом самопроизвольно падут ниц в судуд, субханаху ва-та'аля. Как только их позовут, они естественным образом совершат земной поклон. Они совершали судуд, даже не видя Аллаха, субханаху ва-та'аля. А когда Аллах, субханаху ва-та'аля, откроет их глазам часть себя, как это соответствует его могуществу, то сам Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит, Некоторые люди падут ниц, согласно пророку, саллиллаху алейхи ва-салям, верующие опустятся в земной поклон. Но лицемеры и неверующие обнаружат, что их хребет окаменел, будто железный кол. И они не смогут совершить поклон. Они окажутся в ужасном положении, не способные совершить судуд. Потому что их призывали совершать судуд, но даже будучи здоровыми, без каких-либо жалоб они отворачивались. Таким образом, в сутный день земной поклон будет в порядке вещей и станет отличительным фактором. Пророк, саллиллаху алейхи ва-салям, говорил, что верующих можно будет узнать по следам на лбу от земных поклонов. Пророк, саллиллаху алейхи ва-салям, говорил, что даже среди людей со следами от земных поклонов на лбу будут те, кто попадет в адский огонь на определенный срок. За некоторые злодеяния и грехи, которые они совершили. Но, как сказал пророк, саллиллаху алейхи ва-салям, пламя огня не сможет охватить ту часть лица, которая касалась земли в судуде. Аллаху акбар. Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, Ютуб активировал нам функцию спонсорства. Теперь вы можете сами стать активным участником исламского призыва на канале Мишин Дауа, став нашим постоянным спонсором. Для этого просто нажмите на кнопку спонсировать под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. Присоединяйтесь к нашей команде, примите прямое участие в исламском призыве на канале Мишин Дауа, станьте нашим спонсором и да примет от вас Аллах.